Всем доброе утро, друзья! Всем привет, любители АФК-арена! С вами Йорн и сегодня мы играем на тестовом серваке и будем проходить арену испытаний за двух героев. Да, вам не послышалось, это Пегги и Раку. И напоминаю, что сегодня пятница, друзья, а впереди классные выходные, поэтому проведите их с пользой, ну а я для вас постараюсь завести контент. И просто скажу, что еще мы не разобрали навыки, персоналку и мебель Раку, ну а также дали трехдневные копии в тест. Будем их мацать везде, где только можно и использовать, и смотреть на что гораздо эти герои. В общем, первый герой у нас на очереди это Пегги, все таймкоды будут в описании, нажимайте, смотрите и не тратьте ваше время. Ну, ради прикола можете попытаться пройти сами, почему бы и нет. Так, залетаем, потом эти шарды откроем, может быть что-то годненькое да упадет. Пойдем с правой стороны, справа налево, в общем, последний бой будет на самом верху, погнали. Тут ящерка, я видел там Элуарда, друзья, да. Так, кого мы здесь поставим? Ну, не знаю, тут можно в первую линию, в принципе, поставить Ровчанского, но тут еще у нас ящерка и есть Сатрана. Давайте Сатрану поставим в первую линию, а Пегги поставим на самый верх. И у нас очень хорошая задняя линия, то есть, смотрите, по центру стоит Нумису и Элуарда. Этих героев можно помучить, кем это будет Гвинет, друзья. И сюда мы еще поставим Райну для метки. Можно, конечно, попробовать поставить, ну, не знаю, там Сисилию или Нимору или Лорсанчика, но мы так получим бонус. У нас будет 4 плюс 1. И давайте такой пачкой и подеремся. И, кстати, когда я переводил навыки Пегги, то там говорилось, что ее не в приоритете ставят на центр, а что она смещается на центр. И спасибо моим подписчикам. Спасибо. Вы бдите и всегда меня поправляете. Погнали. Первый бой. Так, ну, блин, вот в этой куче молек, когда там прибегают гварды и когда вот это вся в обханале отворится, иногда даже ничего не рассмотреть. Ну, я надеюсь, что мы затащим. Да, мы затащим. Я боялся, что Элуард будет со своими щитами, конечно, домогать. Но, знаете, отчасти, может быть, вы и правы, что пока Элуарда докачаешь там на 9 из 9, и его щиты как-то реализуются, может быть, есть смысл за счет вот этого свитка, если вы Элуарда прокачали на плюс 30, поменять на Пегги или на Раку. Почему бы и нет? Почему бы и нет? В общем, вот такая вот расстановочка. И Пегги с Атраной тут, конечно, раздали по полной. Хороший такой бой. Так, следующий у нас бой будет здесь. И кто здесь? А здесь респектабельный Респан от Алии Твиной. Ну, я даже не знаю, мы, наверное, поменяем немножко расстановку, потому что я хочу... Можно, конечно, Сатрану так же оставить. Да, пусть она так же стоит. Но вперед я здесь поставлю Пегги, потому что я хочу ровно поставить по центру. Вот. Наверх мы поставим Райну, а в самый низ мы поставим Сесилию. Потому что Сесилия будет бить этого Респана, и, скорее всего, она его добьет. Потому что если его оставить без присмотра, нам будет Боббо. Ну, и заодно посмотрим, что может делать Пегги в первом ряду. Когда БР противников примерно одинаковый. Ну, а он и есть тут одинаковый. Погнали. Да, как я и сказал, Респан отвлекается на Сесилию. Это очень хорошо. Ну, и Пегги со своими там гвардами и под подхилом Рована вообще нормально стоит. Тем более она сама еще выхиливается. Ой, Респан вообще, он просто лопнул. Вы видели? От Сесилии. Хочу посмотреть статистику боя. Но мы побеждаем однозначно и даже никого не потеряли. Слушайте, классно у нас стоит в первой линии под Рованом задней. И Райна, конечно же, со своей меточкой и восстановлением энергии там все как бы тоже помогла очень хорошо. Все практически на одном уровне. Ну, чуть больше, правда, Сесилия. Но все равно бой был хороший. Забираем наградку. И идем сюда. Сейчас посмотрим, что здесь. А здесь Нара и опять Элуард. Они, видимо, его решили засовывать везде. В этот раз мы здесь Пегги поставим по центру. Рована мы точно однозначно будем оставлять. Давайте мы, знаете, как сделаем? Как мы сделаем? Сейчас, я думаю. Ну, я даже не знаю. Одина здесь, наверное, надо поставить с Деймоном. Да, давайте Деймона поставим вперед, Одина поставим на самый верх и Розу поставим вниз. Пусть это, ну, даже если она Нарой вытянет Розу, то Роза точно быстро не сдохнет. Вот в такой расстановочке, я думаю, что мы сможем. Правда, надо было Деймона поменять местами с Рованом. Потому что все-таки там ящерка и Деймон должен расставить очень быстро под ящеркой. Вот так будет более правильная расстановка, друзья. Ну да, Один очень хорош. Пегги тоже классно помогает своими щитами, подбрасыванием этими вот гвардами. Смотрите, как Артур там прыгает. Он постоянно прыгает. Правда, он там блочит оглушение, но вот этот контроль от гвардов и щиты для союзников, это просто что-то с чем-то. Ну, максимальный урон тут выдали Один и Деймон. Это как бы логично. Очень крутые герои, советую качать их на максимум. Ну и Пегги, конечно же, помогала за хилом и своими щитами. Класс, класс. Мне все нравится, даже вот здесь на арене испытаний прям кайфово. А куда дальше? А, вот сюда. Пойдем сюда. Это четвертый бой. Так, кого мы здесь оставим? Деймона давайте оставляем. Ну, наверное, мы вперед поставим розу. А ровно поставим по центру. Не знаю, оставлять тут Одина или нет. Но, да, наверное, мы Одина оставим. Ровно оставим. И Пегги пусть так и стоит. Вот точно такая же комбинация. То есть, третий бой и четвертый команды будут не меняться. Это удобно. Для вас, по крайней мере. Вы можете один раз этот видос посмотреть и уже, в принципе, понимать, кого ставить. Вообще, без шансов. Просто без шансов порвали. И в этот раз лидер по урону Деймон. Но зато смотрите, сколько выхилила Пегги и сколько выхилила Ровон. Они наравне, друзья, наравне. И заблочила она 2 миллиона урона. Вообще класс. Так, ладно. Вы скажете, что ты так ей восхищаешься? Да, блин, прикольный саппорт. Что еще могу сказать? Жалко, что надо сейчас, блин, кучу усилий приложить, чтобы ее прокачать. Ничего страшного. Так, кого мы здесь поставим? Здесь мы поставим, наверное, скорее всего, Тайдуса. Потому что тут Укреца и еще Укребаный Эйрон. А в первую линию мы можем поставить... Ну, я даже не знаю. Одина оставим, Рована оставим, Пегги оставляем. Может быть, Изольда поставим, как вариант? Можно Изольда поставить или Варека. Но я хочу Изольда. А Пегги почему вниз я хочу поставить? Потому что там Артур и ее Гварда, они будут, в принципе, донимать. Можем потом, если сейчас не выиграем, поменять местами. Но я думаю, что эта пачка затащит. Ну, бонуса, конечно же, мы не получаем. Застрой там от трех героев одной фракции. Ой, что-то мы посыпались. Но мы победили. Мы победили Тайдус, Одином и Пегги затащили. Я хочу еще раз посмотреть, только под скоростью Х2. Вообще, Тайдус получал там щиты-то от этих Гвардов. Неинтересно. Но он далеко, он далеко. Но за счет своего страха он, конечно, там выживал. И плюс, когда он прокачивается на 9 из 9, он еще восстанавливает там здоровье. Или 3 из 3, когда там добивает кого-то. Но щит он получил в конце от этих Гвардов. Так что, в принципе, прикольно. Те, кто находятся ближе к ним, это вообще профит. Однозначный профит. И шестой бой, друзья. Завершающий. И потом переходим к Раку. Так, кого мы здесь поставим? Здесь мы, наверное, поставим Горло. Потому что он прыгнет. Оглушит Нару. Также еще и Гвинет. Помучает. Так, вниз мы тоже, наверное, поставим Тайдуса. Пусть он забегает, кидает страх и мучает Одина. А как мы оставим? А вот так мы и оставим. Только мы поменяем вот Горло и Тайдуса. Все. Запускаем бой. Ставим на Ф4. И смотрим, что будет происходить. Один вообще, вражеский Один просто страдает. Горло и Тайдус очень круто залетают. И понимаете, весь вот этот вот агрессивный атакующий элемент вражеской пачки, он нацелен на них. А на задних рядах там раздает Пегги со своими гвардами и мушкетерами. Также Один и еще помогает Ровчанский под хилом. Это замечательно. И статистика боя. Один впереди планеты всей. А на втором месте Пегги. И смотрите, как она неплохо тоже хилит. Я вот на это очень сильно заостряю внимание, потому что мы же ее рассматриваем не только как саппорта, да. Мы еще ее рассматриваем как атакующую единицу, которая помогает защищать ваших героев. То есть, понимаете, в ней очень много плюсов. Очень много плюсов. При том, что Ровчанский сдох, а Пегги-то выжила, понимаете. Если вы их ставите в одну команду, то, соответственно, вы можете точно быть уверены, что команда будет жить. Но когда я показывал просто тестовый бой на арене, когда мы тестировали Пегги, вы видели, что без Ровчанского она тоже отлично выхиливает и спасает команду. Так что можно задуматься, что в одну пачку вы поставите ровно, а в другую пачку вы поставите кого? Пегги. Вот так вот, да. Ну, блин, хочется, чтобы просто у вас были максимально прокаченные герои с фракции людишек, и вы могли их всех протестировать. Допустим, поставить Пегги с тем же самым Элюардом, и посмотреть на что они будут гораздо, да, был бы классно. Но, к сожалению, у нас этой возможности нет. Что, забираем финальную награду? 60 шардов. Все, погнали проходить за Раку. Напишите, что вы думаете, вот даже вот исходя из арены испытаний. Хотя я вот читал посты под предыдущим видеороликом, где мы ее разбирали. Вы сказали, что надо в полной мере ее тестировать. Я с этим полностью согласен. Ну, и арена испытаний за этого енотика. Сейчас будем проходить. Первый бой я тут играл, и даже на первом, уже на первом бою, я потел. Вот отсюда будем начинать. И последний бой как раз таки будет вот здесь, наверху. А потом пойдем вниз забирать этот сундук. Так, тут я использовал в первой линии Скрэга. Потому что, короче, если вы Скрэга не поставите, то Укун будет жить, и вы его так и не убьете. Он капец живучий. А Скрэг его просто топчет, и он и отъезжает. Также поставил я здесь Розу, вот этого Раку, Рована и Райну. Райна хороша, потому что, ну, как бы еще метку кидает, и вы быстрее убиваете. Ну, и этот Раку, конечно, тоже отстреливает, и тут будь здоров. Но за Фрейль, за Фрейль, конечно, опасен. Куча мала вообще, куча мала. Мне всегда хочется, чтобы экран был больше, чтобы более детально рассмотреть, как происходит бой. Конечно, можно поставить там скорость Х1, и сидеть за каждым героем, смотреть. Не, ну он классно ставит свою рогатку, мне это нравится. И тем более, видите, я здесь поставил Розу не просто так. Потому что Роза, она апает энергию именно этому еноту. И вы посмотрите, там летят чашки, там летят вилки. Еще плюс этот со своей рогатки с желудями настреливает. Все, Рован потух, просто потух. И остался противный Укун Обезьян. Он тут все размножается и размножается, короче. Свою селекцию устраивает. Ну все, стоя на их 4, и закрываем этот бой. Ну если вместо, короче, вот Скрэга поставить Горво, ну вот это Горво, или как его там. Ну, короче, вы не выиграете бой. То есть таймер закончится, но Укун вас просто замучает. А так, нет, так ему до свидос. Все, до свидания, до свидания, обезьянка. А вот следующие бои сейчас будем с вами, друзья, подбирать. В общем, запомните эту расстановку, и енот тут лидер по урону. Тут я награду забрал. А вот следующий бой, он будет вот сюда, в этот уголочек. И потом пойдем по кругу, и также завершим в самом верху. Кого мы здесь поставим? Вот здесь мы, скорее всего, поменяем Скрэга на вот эту черепашку Тортилу. По той простой причине, потому что там Один. А Горво сразу запрыгнет и как бы будет мучить. Я делаю ставку на то, что Раку он тоже будет мучить. Потому что он будет отстреливать под Райану всю эту пачку. Давайте, наверное, именно вот такую расстановочку оставим. И посмотрим, что она нам даст. Я ставлю 70 на 30, что и я выиграю. Ну, правда, что-то как-то ровно уже отъехал. Но, но, смотрим. Да нет, нет, наша кунг-фу сильнее. Мы победили. Да, Лика, ты крутая. Но против, блин, ящерки, который на себя берет Агар. И в задней линии замечательный Стрелок Ловкач. Это без шансов. Вот, вот такая пачка проходит. Мы теряем трех героев, но мы проходим, друзья. И забираем награду. Сундучок, сундучок. Каждый ресурс на вес золота. Для меня, по крайней мере, это так. Так, кого мы здесь поставим? Тут София, Эйрон, Мизот, Артур и Мигира. Капец. Капец. Ну, тут точно надо ставить Софию. Я даже не знаю, как пока это сделать. Давайте подумаем. Ну, то, что я хочу поставить Сайлоса, это 100%. Сайлос будет делать укольчик. И, скорее всего, нам это поможет. Это нам поможет. Так. Эстру поставим, потому что она будет пробегать и сбивать с ног. И давайте еще бафаем. И надо кого-то еще. Можем поставить Хенрика попробовать. А я хочу, знаете, что сделать в этот раз? Я хочу в первую линию поставить Софию. Да. То есть она все равно раскол воткнет. И мы будем жить дольше. А насколько она нам поможет в плане выживаемости, это уже другой вопрос. Давайте пробовать. Давайте пробовать и посмотрим, что из этого выйдет. Да, она еще и сферу раскрутит сейчас. Нормально. Нормально. Но мы это... Нам плохо. Короче. Все отъехали, но София с Сайлосом затащили. Я думал, что София отъедет очень быстро, честно. А она еще и лидер по урону. В общем. Я не знаю. Может быть у вас другая расстановка здесь будет. Ну, у меня вот такая, друзья. Вообще. Вот и Софушка. В общем, в этом бою мы не раскрыли потенциал нашего енотика. Ну, ничего, ничего. Это было смешно, реально. Так. Кого теперь мы будем с вами ставить тут? Да, тут опять этот хазард. Ну, короче, это четвертый бой получается. Давайте вперед поставим Эстру. Потому что она реально нам поможет. И, наверное, мы тут особо ничего выдумывать сильно не будем. То есть, ровно будет по центру. Скорее всего. Хотя, ровно можем поставить и вперед. Да. Сайлоса, допустим, по центру он будет выхиливать. Как вариант. А на самый верх поставим Райну. Чисто для бонуса и плюс меточка. Давайте вот так оставим. И посмотрим. Пройдем, пройдем, не пройдем. Будем что-то делать тоже другое. Да, я угадал. Эстра хорошо заходит. Она пробегает, мучает. Смотрите, Фара там уже отъехал. Фара отъехал. Ну, Енот, конечно, нормально заряжает вообще. Но он уже сдох. И как мы их убьем? Ну-ка, 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 подождите. Там на одну тычку. Затащили вообще два запорта. Нормально. Да, Енот тут первый, первый, конечно. Но Сайва с Романом устроили вообще веселый бой до самого конца. И мы победили, друзья. Так, и два боя осталось. Прошу заметить, два боя. Думаю, они, наверное, будут какие-то жесткие. О! О, тут, короче, смотрите, три могильника. Громилы и Артур, да, еще и Нара с Изабеллой. Страсти кипят, как говорится. Короче, мы смещаем ее вниз. Ставим сюда Люция. Пусть будет вот такой вот, типа, знаете, фулл пак. Фулл пак. Только Райну мы заменим, короче, на Фокса. И я думаю, что это зарешает. Потому что тут хороший бонус и плюс еще контроль от Фокса. Запускаем бой. Щит, щит от Люция вовремя залетел. Я не знаю, там Фокс выживет или нет. Сейчас посмотрим. Но он не добил. Она не добила, конечно, Фокса. И пока мы живем под щитами, наш енотик настреливает. А он продолжает свое грязное дело, друзья. Да, он сжигает попки противников. Нормально, нормально. Все, Нара отъехал. Остался противный Торрен. Но мы под щитами, под бонусами защиты от Эстры. Так что, кайф. Мы прошли и даже никого не потеряли. Вот такая хорошая расстановочка на предпоследний бой. Забираем наши плюшечки. И финальная битва. За наши шарды. Так, кого мы здесь поставим? Люца, наверное, оставим. Эстру оставим. Потому что тут преимущественно София и Эйрон. Вот что, что прошу заметить, да? Ровно Фокса. А давайте такой же пачкой. Вот просто такой же пачкой подеремся. Только мы, короче, его поменяем местами с Фоксом. Вот. Замечательно. Давайте, оставляем. Должны затащить. Щит от Люца. Великолепно заходит. Великолепно. Вообще, просто разнос пукана. Осталось Тази, но нет. Нет. Доп-урон от потерянного здоровья. А также доп-урон от... Там же у него получается у этого енотика 3 доп-урона. Он наносит доп-урон, когда в контроле противник. Потом от потерянного здоровья. А также процент от здоровья, которое есть у противника. То есть он, как ни крути, он их вертит своими желудями просто на одном месте. Да, он всегда лидер по урону. То есть это однозначно... Как я и говорил, когда мы рассматривали просто патч-нот. Я говорил, что это полноценный ловкач ДДшник, друзья. Вот. Ну, неплохо чё, неплохо. На этапах кампании посмотрим на него. Где уровень противника выше гораздо. Что он там будет делать? Или он будет дохнуть, как я не знаю кто. Всё, забрали шарды. Арену испытаний мы осилили. Давайте это всё дело откроем. Шарды бы мы, шарды. Всё остальное открывать не буду. Тут выпадает Тейн и Сильвина. Ну, это... Ну, это ладно, без комментариев, друзья. Без комментариев. Всё? Да, на этом всё, друзья. Увидимся в следующем видосе. Надеюсь, это видео вам понравилось. И оно вам однозначно пригодится. Поэтому оцените лайком, подпиской и колокольчиком. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok